Продолжаем матч с Антоном Майделем, снова у меня какие-то проблемы с программой, вроде бы я нажал на кнопку play, но у программ были совершенно другие мнения, другое мнение по поводу этого момента, так что не записалось за первые два хода, надеюсь, что это небольшая потеря, даже уже теряюсь в догадках какая-то партия по счету, этот дебют мне уже встречался, сомневаюсь, что он хорош для черных, все-таки фланговая активность так рано, даже несмотря на то, что позиция моего короля немного ослаблена, вряд ли может быть здесь полностью оправдана, объективно, но в блице можно играть по-разному, думаю, что этот момент даже не стоит упоминать, вот теперь, кстати, грозит конь е5, а в ответ на d4 есть конь d4, неприятная, видимо, не стоит вообще допускать этот трюк, теряюсь в догадках, что ж теперь здесь делать, грозит слон c5, на c3 будет конь е5, видимо, придется играть c3, конь е5, конь е1, а там h4, это уже опасная позиция очень, ну ладно, наверное, так придется играть, у меня был еще вариант срати fg, но fg совершенно не нравится, конь е5, конь е1, да, он не играет, конь е5, это мне, наверное, на руку, теперь d4 вроде как позиция стабилизируется, сейчас слон выйдет на g5, конь на d2, это уже нормально, слон g5, даже конь белый сможет идти на h4, без боязни попасть под какой-нибудь швиндель, уже даже е5 можно рассматривать, конь d5, c4, конечно, всегда допускает в вариантах вот этот трюк с конь d4, но так пока не стоит, поэтому, слон g5 выглядит самым логичным, но е5 тоже заманчиво, е5, конь d5, c4, конь d4, сюда конь f3, да, с другой стороны, конечно, зачем мне нужны эти осложнения в такой приятной позиции, это другой вопрос, ладно, сыграет слон g5, и появляется позиционная идея, не знаю, сколько хорошая, взять на f6, как е5, f4, вроде бы у черных по определению хороший слон остается, но мои пешки тоже его сильно ограничивают, а у меня будет план провести, ну, как-то вытащить коней и провести f4, f5, ну, наверное, у белых объективно перевес, но это отчасти связано с с таким вот странным выбором типу, то отчасти связано с тем, что в этой позиции черные могли сыграть конь e5, d6, ну, он просто не пускает e5, это грамотно, в принципе, наверное, хочет сыграть 3-0 в будущем, 3-4, конь d2, так, походу, не может быть совсем плохим, может быть, на ферк d7 есть f4, в принципе, не вижу особых предпосылок для того, чтобы черные провели здесь какую-то опасную атаку, конь d7, надо брать, может быть, объективно тут сильнейший ход это fg, но, конечно, в лице я не стану подвергать своего короля возможной атаки, сыграй f4, и следующим ходом конь h4, у меня преобладание в центре, у черных нет атаки, и, наверное, нет даже плана, как ее начинать, то есть конь на h4 очень стабильный, на конь f8 есть f5, так что объективно у белых большой перевес, f5, да, думаю, что тут у черных очень много слабостей, черный-белый король очень стабилен, если сейчас Антон не придумает, как взорвать центр, то у него большие проблемы, он там пытается это сделать, d5, но, вроде бы, я могу просто е5 пойти, то есть эта блокада отчасти сбрасывается после еф, например, но там такая ужасная позиция, столько слабостей, отдаваясь к какой-то серьезной атаке, все равно еще очень далеко, конь h5, ферзь g5, видимо, правда, немножко недоценил ход ферзь g5, я почему-то думал, что только есть ферзь е6, но даже это не может быть очень серьезно, ферзь g5, ферзь е2, к счастью, я хочу заползти на а6, но в первую очередь, я хочу пойти ферзь е3, потихоньку отдавить черные фигуры от хороших полей, конь g6, теперь ферзь е3 это уже вынуждает, разве я, так и поступлю, может быть, объективно перевес белых уменьшается, но зато нет боязни получить мат, все-таки я не думаю, что без ферзей черные проведут реальную атаку на моего короля в ближайшем будущем, а потом белые сборются по линии f и начнут давить на слабенькую пешку f, к тому же пешка d еще оставляет не самое лучшее себе впечатление, да, ладья f6, ладья f1, единственная проблема, что конь на d2 пока расположен не очень хорошо, там-то он пытается сразу вскрыть позицию, пользуясь этим как раз, но если я возьму на g4, просто, если я возьму на g4, там еще линия g появится у ладей, наверное, лучше до этого не доводить сыграл ладья f1, нужны все фигуры, в крайнем случае король пробежит через f2 на e1, как раз спрячется за эту ладью в принципе, черный ходом h4 сожгли последние мосты, то есть если сейчас не атака, то это просто совершенно безнадежно, что уже весь материал крошится, все падает, все теряется лишняя пешка, после конь g4 будут лишние две пешки, там под ладья g5, наверное, не стоит поэтому играть в конь g4 а что тогда делать с другой стороны, тут он поставил какие-то небольшие проблемы, может я сам их себе придумываю, но времени при этом уже очень мало ай-яй-яй, пойду коней в 5 пытаюсь менять материал, конечно, я меняю свою лучшую фигуру коня на e3 но получать мат тоже не хотелось например, на коне 5 есть ладья 5, ладья f6, ладья g7, и когда черные начнут все это вскрыть так, жертва фигуры он предлагает мне съесть фигуру стоит ли мне с этим связываться, конечно, нет только стоило пойти hg моментально, а я потратил на это время, которое может быть очень ценным идея такая, что конь на f1 вроде как все цементирует да, ладья f5, сейчас ладья h3 и конь f1, идея такая грозит ладья g7, ладья h1, король f2 вроде бы ничего нет может быть Антон будет вообще как-то набрасывать конь h4, но туда просто жажь в принципе тоже ничего не видно да, вот это немножко не обидно, потому что конь идет на e6, но я могу еще больше материала забрать сейчас в принципе останется только отжать ладью уже хоть каким-то образом и будет туда все отлично да, c5, ладь с ладья f6 ход в принципе он нам особо ничего не дает, а ну размен ладья это хорошо размен ладья означает, что никакой атаки на мою позицию не будет в белых две лишние пешки и наверно позиция лучше да, проблемы то есть cd-cd конь c7, конь f5 например Антон сдается конечно рановато, учитывая что у меня 14 секунд, но может быть ему просто очень сильно не нравилась его позиция но пока всем спасибо за внимание, матч продолжится в ближайшем будущем ну а